Аван Маркет – это автоматическая скупка вещей по самым высоким ценам. Тысячи успешных сделок и моментальные выплаты через любую удобную платежную систему. Минимальная сумма сделки всего 100 рублей. Регулярные бонусы и скидки. 100% безопасность. Зарабатывай вместе с нами. Приводи друга и получай от 1 до 3% от его сделки на свой счет. Участвуй в аукционах и розыгрышах. Чтобы начать, авторизируйся через Стим и проведи свою первую сделку. А как насчет шоу-тайм-экстрим из мира, где человек эволюционировал в кукурузу? Мы не такие уж разные. Мы оба початки дела. Да, но один из нас – мертвый початок! Скука. Ты недавно провела 3 месяца, наблюдая за тем, как мужик выбирал себе фальшивую жену. И что, разве лучше, если бы люди были кукурузой? Джерри, ты не понял? Это бесконечное телевидение из бесконечных вселенных. Смотри. На! 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 Ешь говна! Фим пришел в агар, который жрел дерьмо. Жестокое шоу-бранди, говорят. Я рад, что вы пришли. Я тоже рад. Леттерман из реальности, где Джерри знаменит... Подожди, какого черта? Согласен, что будет дальше? Нет, другое, верни канал. Серьезно, ну ладно. Shut the fuck up, you fucking dog! Ладно, Джерри, когда ты прав, ты прав. Теперь я посел. Всем пламенное межпространственное приветствие. Рик и Морти можно по праву считать одним из гениальнейших мультсериалов современности. И не только благодаря жесткому чернющему юмору. Самая концепция сюжета в стиле фильма «Назад в будущее» для взрослых не только смотрится свежо и интересно, но и позволяет интегрировать незадачливую парочку в любую вымышленную вселенную. И реальность, где творятся невообразимые события с битвой древних, не осталась безучастной. Рик и Морти забрели на планету, чтобы оценить очередное сражение и приправить его своими язвительными комментариями. Так что, друзья мои, готовьтесь к сортирному юмору и шуточкам ниже пояса, ведь сегодня, как и обещал, я разберу для вас Рик и Морти, аннаунсер Пак. Поехали! У ядерной парочки есть как реплики, которые описывают лишь происходящее в игре события, так и фразочки, относящиеся к героям Доты 2. И вот там самый сок. Троллинг, шуточки ниже пояса, забавные отсылочки, ну, в общем-то, все, как вы любите. Рик и Морти, например, очень часто обсуждают скрытые за масками лица героев. И фантазии у них крайне нелепые и оттого забавные. Эй, Рик, what do you think this guy looks like underneath that bandana? You think he's got beautiful, kissable lips under there? Но самые уморительные, конечно же, в сторону Джиггернаута. You know, this guy looks all buff and crazy, but let's be honest, underneath that mask, he probably has a nice, dainty little pixie face. Да уж, Вэлф обязательно нужно взять эту идею на вооружение для новых образов героев к следующему батлпассу. Beautiful Clydesdale style feet! Yeah, Морти, I agree, those are some nice Clydesdale foot. Claydesdale это, если что, порода лошадей, лохматые ноги которых действительно очень похожи на ноги кентавра. А вот по реплике в сторону Дарксира можно понять, что парочка уже встречалась с этим героем ранее, до Битвы Древних. Правда, тогда Дарксир, судя по всему, был, внимание в стельку, пьян. Как я упоминал вот в этом ролике с пасхалками, Санчес имеет давнюю дружбу с Тинкером и радуется, что тот, наконец, закончил свой боевой экзоскелет. Так же, как и Боуш, ему симпатизирует Сквиз, Плин и Спун. Однако, Рик респектует далеко не всем изобретателям смышленого народца Доты, а зачастую даже критикует их технологии. Не все идеально и у гирокоптера. Снайпера так и вовсе Морти перепутал с Санта-Клаусом, и Рик само собой не упустил возможность этим его потроллить. А вот кому Рик точно респектует, так это тем героям, у которых есть... бухло. Возвращаясь к троллингу. По своей наивности, Морти довольно часто, откровенно и непринужденно байтит Рика на стёп, чем тот, само собой, пользуется. Но все же мы знаем, что главной проблемой Морти является неумение общаться с девушками, каковых в Доте, кстати, немало. Эта реплика забавна и тем, что напоминает нам о характере старого лавеласа Эзолора, который пытается подкатывать ко всем женским персонажам в игре. И, как вы поняли, делает он это максимально тупо. Ну и сам Морти, конечно же, не остался безучастным в обсуждении прекрасного пола. А ещё Морти влюбился в ЦМ-ку, и у Рика на этот счёт есть шуточка ниже пояса. Ух уж эти шутеечки. Хотя, этот мелкий проказник в сторону Лины, например, задаёт реально интересный вопрос, на который, уверен, многие из нас хотели бы знать ответ. Обсуждение внешнего вида героев тоже не может не радовать. Бенег на такой неп véce T para worthе использовались говорят. Уже это интересно, Морти? Т, что вы думаете, Морти? Я spiders skills. Это не плечо, Рик, это spanimaginiferая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok От него мы часто слышим его коронную фразу «Ваба-лаба-даб-даб», которая на человеческий переводится как «Я испытываю сильную боль, пожалуйста, помогите». И поскольку в сети достаточно гайдов по примерному устройству птичьего языка, предлагаю вам перевести эту, судя по всему, вульгарную фразу от Морти. А о своих успехах обязательно сообщите в комментариях. Нам будет интересно узнать, что же такое ужасное, сказал Морти. Удачи вам. А чтобы не терять время на прощание, я просто напомню вам, что вы можете сделать мне дико приятно, просто поставив лайк на этот ролик и с помощью магии превратить красную кнопку подписки в серую. Кстати, насчет магии совсем забыл. Это отсылка на одну из черт характера Рика Санчеза, которая отлично отражается в его культовой фразе. Я не занимаюсь магией Морти, я занимаюсь наукой. Тут нужны мозги, а не темная подводка для глаз. И на этой позитивной ноте мы с вами попрощаемся. Спасибо за просмотр и скоро увидимся. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...